У меня дочь, которой я горжусь, и у которой в сети, наверное, больше ссылок, чем на меня. Она окончила географический факультет МГУ, причём она не пошла принципиально на химический факультет, хотя я бы оставил всю библиотеку, огромную химическую литературу. Она сказала, папа, я не хочу идти на факультет, где тебя все знают. Я хочу сама. И она пошла на географический, она его закончила, и с мужем уехала во Францию. Сначала он на Тайвань проработал, он физик-теоретик, окончил физтех, он занимается землёй. То есть это движение плит тектонических, сейчас у него увлечение трещиноват, потому что в скалах, когда трещина образуется, это хорошо, потому что по ним нефть можно выкачивать дополнительно, поэтому он... Короче говоря, провели они три года на Тайване, это было тяжёлое испытание. Всё хорошо, кроме того, что это чуждая культура совершенно. Совершенно чуждая культура. И они переехали, пригласили во Францию. И она с тех пор вот уже, наверное, 25 лет, по меньшей мере, они живут в Ницце. Он профессор университета Ниццы, а она занимается тем, что ездит по всему миру, то есть во всех странах мира она уже была, и не по одному разу. Она делает анализ, насколько перспективны те или иные исследования у малых компаний. И если они перспективны, она подаёт заявку в европейские сообщества, и тем выделяет немалые деньги. Есть такая статья расходов в Европейском сообществе, и в Союзе. И поэтому она приезжает, и она, если всё хорошо, она помогает оформить это дело, чтобы это дело получило деньги. И так она в итоге много компаний за много лет в мире она сильно подняла именно финансы. Вот её задача – проводить анализ уровня работ, который проводится в разных странах мира. Вот сейчас мы сидим здесь. Она вчера приехала в США, там конференция какая, заехала, жена моя счастлива, дочь заедет. И вот она таким образом ездит, у них два внука. Её, наш старший внук, который родился в Бостоне, в США, был абсолютно лоботряс, как и я в школе. Значит, он пошёл у меня. Я до девятого класса был троечник. Ну, правда, у меня было две пятёрки – по химии и по литературе. А в основном я был, ну, у меня было… Я учился на ракетно-космическом полигоне, и эта дисциплина, она доставала, там ничего нельзя было. Когда мы там пытались как-то целый твист или прочее, нас гоняли, стоял за очи рядом, смотрел, кто как танцует. В общем, дисциплина была серьёзная. И в итоге я вдруг вкус приобрёл в девятом классе, потому что вдруг оказалось, что вводят одиннадцатилетку. И это был кошмар. Мне ещё нужно ещё год дополнить. Я уже не ждал, когда я закончу, вдруг одиннадцатилетку. И я перешёл в вечернюю школу. Я заканчивал в вечерней школе, и я вошёл во вкус и закончил на одни пятёрки. И поступил в МГУ. И МГУ закончилось отличием и так далее. Короче говоря, всё было хорошо. И вот внук пошёл таким же образом. Он не хотел учиться, мы над ним сидели, я по скайпу обучал химии из США. И в итоге он вдруг приобрёл вкус. Поехал в Париж учиться в колледж, и там было два приятеля, и они вместе разработали программу для айфона. Как-то я ехал в Шереметьево из Москвы улетать. Ну и таксист спросил, я говорю, «Международная область, а вы куда летите?» Я говорю, «США». «А что там?» Я говорю, «Ну я там живу». «Как так?» «А как же, он говорит, живёт? А как же это самое в России? А как же школьники, друзья школьные? А как же речка? А как же деревья?» Я говорю, «А вы, простите, москвич коренной?» «Да нет, я говорю, это с деревни». Я говорю, «А не тянет обратно?» Он говорит, что я с ума сошёл. Я говорю, «Ну как же там речка, деревья, школьные приятели?» Понимаете, всё относительное. Поэтому я живу, у меня друзья все исключительно русские. Я живу в России там. Я смотрю российское телевидение. У меня друзья постоянные у нас, застолья с друзьями, как в России и прочее. Я не страдаю. Так вот, значит, к вопросу о... И вот мой внук вдруг приобрёл вкус, и они сделали проём для айфона, и получили полмиллиона евро за это дело. И он загорелся, и стал, пошёл на компьютерные дела. В Гугле он проходил практику. Им сказали, их отобрали, сказали, что всего приехало 100 человек, им нужно отобрать 10 в Гугле. И он попал в силу 10, которые отобрали.